Здравствуйте! На библейском портале «Экзегет» мы рассмотрим в нескольких беседах исторические книги. Так они именуются, и те, которые следуют за второзаконием. Это Иисуса Новина, Судей, книги царств, к ним примыкает книга Руфь. Однако в еврейской традиции они называются ранние пророки. Это существенно. Дело в том, что книги библейские не просто излагают события жизни последовательно, как хроники разных народов, события жизни израильского народа, но излагают самую суть, квинтэссенцию, смысл этой истории. Это не просто смена событий одного за другим из столетия в столетие, но это тексты, которые нам открывают путь, предназначенный этому народу. Предназначение человека, изначально задуманное Богом, нарушенное грехопадением, восстанавливает Господь уже не при каком-нибудь пассивном, а при активном, усиленном участии человека. И, конечно, этим событием, описанным в книгах исторических, предшествующая, главнейшая часть истории, описанной в книге «Исход», эта часть должна быть нами как бы еще раз учтена, и смысл ее следует напомнить. Исход, то есть освобождение из египетского рабства, это не просто перемена, так сказать, судьбы народа, который вот обретает самостоятельность. В этом самая квинтэссенция пути Израиля, потому что изначально, происшедший от Авраама, народ этот встал на некую дорогу, которая вела его в царство Бога. И этой дороге должен был держаться неотступно. Избранники Божьи, первоначально правоцы, родоначальники народа дали возможность человечеству в лице этого небольшого народа обрести иную жизнь. И когда народ становился уже многочисленным, потомки Авраама, Иакова, Авраама, Исаака, Иакова, размножились в Египте, они это свое предназначение, это свою инаковость по отношению к другим народам забыли. Они стали зависимыми, глубоко зависимыми, просто рабами у сильнейшего государства в Египте. И когда Господь призывает Моисея вывести народ, Он говорит ему, выведи народ мой, вот, народ Божий. Народ сам про себя об этом мог уже и не помнить, действительно не помнил. Если о чем-то и грезилось людям, измученным рабским трудом в Египте, то только, может быть, облегчение этого труда и своей житейской участи. Но о том, что народ должен вернуться в свое сыновство Богу, в свое какое-то священное предназначение, об этом, разумеется, сам по себе народ не помышлял, но Бог напомнил. «Выбейте народ мой», – говорит он Моисею. И так, это инициатива Бога начать эту священную историю народа. И в ответ на этот призыв Моисей выражает неуверенность в себе самом. Моисей готов быть верным, но в своих силах абсолютно не уверен. Он напоминает Господу, что он красноязычен, что у него нет авторитета в народе. Господь настаивает, указывает ему, что ты будешь Богом Аарону, Аарон – твоими устами. Я буду говорить тебе, а ты Аарону передавай то, что ты должен знать народ. И так, это божественная инициатива – вывести народ Божий. Подобно Моисею, когда Тавраам, вернейший Богу, человек, тоже засомневался, может ли он столетний, стать отцом, сыну своему. Так же сомневались и пророки. Скажем, пророк Амос говорит, «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирался к Аморре, но Господь взял меня от овец». То есть удостоверяется этими судьбами, этих героев израильской истории, удостоверяется милость Бога к человеку, верность человека и надеяние человека не на себя. Постоянная надежда и уверенность в пути Божьем. «Я буду с тобою», – сказал Господь Моисею. И, между прочим, мы должны помнить, что эти истины, которые открываются еще в ранних книгах Откровения, в книгах Моисеевых, они незыблемы и в истории новозаветной. «И я с вами вовсени до скончания века», – говорит Христос Иисус своим апостолам, ученикам. И связь эта ветхозаветной истории и жизни новозаветной церкви очень хорошо подтверждается литургическим опытом церкви. Например, неоднажды можно прочитать, ну, например, в Ирмос, первой песни канон, одного из канонов. «Грядите, люди, поим песню Христу Богу, разделившему море и наставившему люди, я же изведи из работы египетские, якопрославися». Говорится о изведении из рабства египетского не кем-нибудь, а Христом Иисусом. То есть, это общение Бога с людьми, которое незримо для людей совершалось в раннюю пору израильских историй, оно воочию продолжилось в новозаветной истории, но это тоже общение. Это общение Сына Божьего по воле Отца с народом, который должен вернуться к Богу. В конечном счете, мы, читая исторические книги, следили тому, как Господь возвращает блудного сына в своё царство. Адам изгнан, потому что не мог быть согрешивший, предавший Бога обитателям рая. Но Адам позван. «Адам, где ты?» говорит, слышит Адам голос Божий, ещё в раю после того, как согрешил. И вот этот призыв Бога, Адам, где ты? Собственно, является таким смыслом основным израильской истории. И на этот призыв отвечают один за другим герои истории избранного народа. И поэтому эта история, эта история героической готовности следовать воле Божьей, которая оказывается свойственна людям конкретным, Авраам, Моисей, Иисус Новин, Самуил, другие пророки, судьи, вожди Израиля. Это может быть и не только такие герои, это могут быть слабые женщины, о которых мы упомянем, скажем, Руфь или пророчица Девора. Так или иначе, в конкретных личностях осуществляется воля Божья по отношению к своему народу. И интересно, как судьба, скажем, Моисея, его рождение, его исход из Египта в каком-то смысле напоминает судьбу Иисуса Христа. И еще раз повторим, Моисею говорит Бог, «Я знаю скорби народа моего и иду избавить его от руки Египтена». То есть глагол, надо иметь в виду, глагол «знаю» можно перевести как «принимаю в себя». Тот факт, что Бог так печется об этом народе, касалось бы, ну что, вот творение, вот люди, но нет, люди не просто так одно из творений Божьих, это образ подобия Божьего, и Господь готов в себя принять людей, чтобы вывести их из рабства, из рабства смерти и греха в конечном счете. Эта миссия тяжкая, о чем все время повторяют и от божественной избранники, начиная с Моисея, но они слышат от него, как в книге «Исход Моисей», «Я буду с тобою». Надо заметить, что такое призвание, оно в конечном счете сулит человеку небывалые трудности, но вместе с тем начинается с того, что человек обретает и небывалый дар. «Исход Моисею». Какой же Моисею Бог открывает свое имя? И вот этим откровением имени тут я бы хотел вам процитировать слова из замечательной книги Луи-Буи-Е о Ветхом и Новом Завете. Откровением имени Бог предельно приближается к человеку, становится человеку знаемым, потому что откровение имени – это не просто способ обратиться от одного к другому, это откровение личности. Буи-Е пишет так, «Тот факт, что Бог открыл свое имя, показывает совершенное бескорыстие его милости. Для Ягове открыть свое имя Израилю значит дать себя ему из любви. Это неслыханный дар, который в дальнейшем дает основания применять брачные образы, впервые может быть принятые у пророка Осии. Мы как-то записывали с вами беседу о книге пророка Осии. И когда говорит Господь Моисею в ответ на вопрос Моисея, «Как я имя тебе? Аз есть им сущий. Я есть тот, кто обладает бытием, так можно назвать, источник бытия. Я есть тот, кто есть, тот, кому присуще бытие. Вот таким образом Бог впервые именуя себя отличает этот народ, которому доступно стало имя. Это имя священное для народа. Оно тетраграммой обозначается и не произносится как священное ягвы. Оно чаще заменяется именем, который по-русски звучит господин, господи, господь, или адонаи, по-гречески кириус, по-латыни доминус. Но это означает, что Израиль признает Бога своим господином. И вот тут существенно. Мы в книгах исторических будем читать о том, как Израиль ищет себе царя. Как пророк Самуил таки помазывает им царя. И как в этом есть некое снижение той высоты призвания, какое получил Израиль при Моисее. Не должно быть иного царя у Израиля кроме Бога. Но об этом после. Сам Господь говорит Моисею, я говорил Моисею и сказал ему, я Господь явился Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Яхве не открылся им. Теперь вместо прежнего именования Бога безличным таким определением Эл-Ахим, откуда Эл, откуда и слово Аллах может перевести Всемогущий, Израиль знаком так сказать с сущностным именем Бога, в котором выражается главное, что он может доложить, сказать о себе человеку. Я есть тот, кто есть источник бытия. И опять к этому можно вернуться в связи с опытом церкви. За самую самый дар бытия ты от небытия бытия нас привелось и говорим мы мы благодарим Бога в литургическом таинстве. Мы как бы признаем, что вот тут и есть самая существенная центральная главная точка соприкосновения Бога с человеком. Из небытия в бытие выводит Бог человеком. И этим приближает его к себе. И далее потерянное человеком властвование над землею, вернее обладание землею, не властвование насильное, но обладание хозяйствования в ней, потерянное грехопадением, возвращается, но уже через труд, который поколения после Моисея должны понести. И с исходом связана важнейшая черта этого нового рождения Израиля. Он как бы родился на ново, когда узнает имя Бога, когда становится так близок, когда становится сыном, народ становится сыном Богу. Так вот, в том смысле, что сыном не в том существу, разумеется, но по благодати, которую Господь готов дать народу за его верность. и это божественная благодать сулит народу царство, новое царство. В первых поколениях это сознается, как обладание некой территорией, и примерно так и понимает Авраам, так понимает и Моисей, так действует и Иисус Новин, завоевывая те земли, на которые указывает ему Господь. Но в сущности говоря, Израиль так и не становится просто неким новым царством, которое обладает конкретной территорией, огражденной властвованием от прочих народов. Израиль призван быть народом, обладающим царством небесным, вхожим в царство Божие. Поэтому слова книги Исхода часто повторяются и в последней книге Священного Писания в Апокалипфисе, в Откровении Иоанна Богослова. Итак, важнейшая черта новой истории, которая начинается с Исхода из Египта, это усилия, труд, воинствования, которые должны проявить мужественно усыновленные Богом люди, потомки Авраама, Исаака и Иакова. Первая книга, которую следует, книга Исход, следует и говорит именно о таком усиленном пути и воинствовании, это книга Исуса Новина, описывающая деяния ученика и послушного последователя Моисея. О ней поговорим в следующий раз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok